Продолжение следует... Я думаю, что я не могу быть с вами сам по себе, только вот ограничиваясь этим выступлением, по разным причинам мне трудно было приехать, но я всей душой хотел бы поучаствовать в работе конференции, посвященной памяти моего ближайшего друга, соавтора во многих работах, сотоварища во всех работах, Владимира Николаевича Топорову. Мы здесь собрались для того, чтобы начать обсуждать разные вопросы, связанные с его весьма многосторонней деятельностью. Но он по существу в том, что делал, охватывал почти все области современного знания, поэтому я так вначале прикинул, о чём стоило бы сказать в виде предварения. К моему сообщению я буду говорить об одной очень специальной области, открытой Топоровым и нуждающейся в продолжении. Но когда я так посмотрел, о чём ещё можно было бы сказать, ну слишком много разного, чтобы успеть об этом сказать достаточно коротко. Топоров занимался по существу всеми видами гуманитарных наук. Первые его интересы были богословские, связанные с его глубокими религиозными интересами, которые усилились и привели к сознанию больших книг о русской святости уже в конце его жизни. В это же время раннее, когда он занимался богословием, историей церкви и религии, он много думал об истории. Может быть, это не до конца выражено во всех его работах, хотя есть такие замечательные работы, как о мифологических источниках, ранних исторических описаний, где он намечает пути исследования истории как науки будущего, которые он считал очень важными. Ну, сам он собирался заниматься преимущественно историей литературы. Но так получилось, что в то время больше перспектив было для занятия историей языка. Он становится языковедом и, в частности, проникается интересами к балтийскому языку, знания, к балтийским языкам, особенно к литовскому, которым он много занимался. Соответственно, он начал заниматься балтийской мифологией, в особенности древнепрусской религии, историей древних пруссов и древних балтов, распространением балтийских племян по данным топонемики. Во всех этих областях им было сделано очень много принципиально нового. В то же время он увлекается самыми общими теоретическими вопросами построения всех гуманитарных наук на основе семиотики. Старые идеи, которые как будто принадлежат блаженному Августину. В науке можно делить на науки о вещах, предметах и науки о знаках. И вот эта старая идея позволяет перестроить всё гуманитарное знание как комплекс разного рода сфер исследования знаков разного типа. К этому Топоров приступает с начала 60-х годов. И в этой области он делал чрезвычайно много. Больше всего, конечно, в исследовании литературы, особенно русской литературы, но также в изучении религии с самых разных точек зрения, в продолжении своих ранних философских занятий. И во многих областях, которые так или иначе связаны с семиотикой. Всеми этими вопросами занимаются многие докладчики вот этой нашей конференции. И я не буду с ними соревноваться и перечислять темы их докладов. Скажу только, что в общем они дают некоторое представление о части тех занятий, которыми замечательно Владимир Николаевич Топоров. Но я думаю, что потребуется десятки лет на то, чтобы оценить и продолжить многое из того, что им сделано. После этих кратких вступительных замечаний хочу выразить уверенность в том, что конференция станет достойным началом исследований вокруг того, что нам завещал Владимир Николаевич. И сам перейду к одной специальной проблеме. Я бы её сформулировал так. Продолжение следует...